всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду как вы знаете за нами все следят google в частности он отслеживает всю деятельность пользователя в интернете и мне например регулярно подбрасывает картинки разнообразных блюд некоторые мне так нравится что появляется дикое желание тут же воспроизвести такую картинку в реале вот сегодня будет как раз такой рецепт я приготовлю нежнейшего лосося в горчичном соусе на зеленой тарелке буду готовиться просто выглядит вообще волшебно правда лосось дороговат да и зелень по зимним ценам кусается ночью не сделаешь эти красивые картинки качестве гарнира мне нужна будет мелкая картошка зеленая фасоль и яйца картошка варится дольше всего с нее и начну и в этой же кастрюле отварю яйца зеленый фасоль буду бланшировать в отдельной кастрюле для соуса понадобится лимонная цедра и немного лимонного сок весь остальной отправляется в кастрюлю для бланширования фасоли у нас картошка закипела яйца сюда процесс идет но рыбу жарить пока рано на рублю лука это у меня шалот можно взять обычный репчатый правда он слишком острый для этого соуса поэтому придется после нарезки слегка ошпарить ашалот и без старения хорош фасоли надо кончики отрезать вода закипела посолить и можно бланшировать фасоль молодая мелкая совсем ей будет достаточно буквально 1-2 минуты в кипятке так ну с этим дел бы разобрался яйца тоже надо вынуть и сразу и в холодную воду после обжарки лосось у меня будет совсем немного времени для приготовления соуса чтобы рыба не остыла поэтому сервировку начну прямо сейчас на тарелке отправляется смесь разных зеленых салатов фасоль сюда же оливки взял вот такие красные тарагонские вкусная с легкой горчинкой пряные очень люблю для пикантности по парочке филианчоуса в каждую тарелку надо положить ну яйца надо почистить и тоже выложить в тарелку пока возился картошка доварилась и благо мелкая я покупаю сорта с очень тонкой шкуркой то что даже не чищу ее если у вас другая конечно же лучше почистить масло оливковое на сковородку это extra virgin с горчинкой очень ароматная и как очень любят французы добавлю сливочного масла то есть обжаривание продуктов на смеси ароматного оливкового масла extra virgin и сливочного дает свой обалденный такой неповторимый аромат жарить надо на невысокой температуре чтобы масло не сгорело а чтобы не потерял своего аромата немного соли кстати сверху лосось штука нежная поэтому жарить его надо исключительно на той стороне на которой шкурка не переворачивать что верхняя сторона прожарилась и надо поливать горячим маслом чтобы не пересужить нужен глаз да глаз готовность определяется пальцем если при легком надавливании рыба расслаивается значит готова надо снимать с огня так в эту же сковородку отправляется лук нарублен мелко буквально пары минут им достаточно чтобы стать прозрачным сейчас надо добавить немного белого сухого вина вот к вопросу я открываю спокойно бутылку для кулинарных целей использую его закрываю пробками плотно и хранится такое вино у меня стоит по месяцу по два по три этой по четыре ничего с ним не происходит не переживайте хватит лук жарить совсем немного муки перемешать вот так вот и теперь сухое вино надо упарить его примерно в половину чего можно добавить если слишком много соуса хотите получить немного рыбного бульона если он у вас есть очень хорошо теперь горчица вот так и чуть-чуть сахара ну и пришла пора цедры лимона и лимонного сока вот на этом этапе выправляйте вкус соуса добавьте может быть немножко больше сахара может быть чуть-чуть соли может быть кислоты недостаточно все зависит от того какая у вас горчица соус просто обалденный он кисло-сладкий он со старинкой такой горчичный просто супер слушайте готовьте такой соус даже вместо рыбы это вот такая штука так ну и кусочек нежной семги с таким-то соусом слушайте это быстрое блюдо на мой взгляд это прямо ресторанная подача это просто если вы хотите удивить своих гостей разорить на семгу на лосося небольшие кусочки и вот такую подачу это будет очень эффектно огромное спасибо за компанию за лайки дизлайки репосты всем пока